Слово я даю директору компании «Верное решение» Сергею Маслёхину. Сергей, расскажите, пожалуйста, каким образом вы видите совмещение мероприятий, какие механизмы, ну и, собственно, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня попытаюсь совместить ответ на два вопроса. Спасибо большое за презентацию. Первый, наверное, ответ на вопрос, скажем так, как меры поддержки, а-ля условно халявной, есть и такой термин, я сейчас говорю про налоговые лоты, про гранты-субсидии, позволяют разбавить, вот если мы представим всю структуру финансирования в виде пирога и публика, то есть как они позволяют немножечко сэкономить от привлеченного финансирования, то есть свои посредственные себя успевают потратить, заемную задачу взять, ну как можно меньше, потому что их еще надо обслуживать в основу долга, возвращать и проценты по ним платить. И, соответственно, вот эти условно-бесплатные инструменты, они позволяют нам немножечко снизить нашу налоговую нагрузку. Условно я разделил на операционную и инвестиционную стадию. Почему условно? Ну потому что, сами понимаете, например, кредиты, взятые на инфраструктуру или на капотсы, да, на оборудование, на здание, на коробку, проценты по ним обслуживались в операционном цикле, да, поэтому все достаточно условно. Я, не знаю почему, решил не брать классические индустриальные парки, технопарки, да, и взял такую конструкцию, о которой пока немножечко, ну скажем так, малоизвестно, да, технопарк всей электронной промышленности, да. Поддержки этого вида инфраструктуры не так много лет, то есть это достаточно молодая поддержка, этим, наверное, технопаркам, в официальной поддержке года три, наверное, не больше, да, поэтому здесь будет привлекаться, не удивляйтесь, технопаркам, все электронные промышленности, да, потому что, мне кажется, вот там совмещабельность мер поддержки очень показательна, потому что там резиденты разных типов, да. Так вот, первый слайдик, он характерен, наверное, для всех типов индустриальных парков, да, и когда мы говорим про эксплуатационную стадию, то что для управляющей компании, что для резидентов, ну это слайд для УК, да, вот это самое субсидии, гранты, налоговые ремонты позволяют существенно разбавить вот этот самый публик или пирожок привлеченный финансированный. Посмотрите, первая левая часть слайдика, это, скажем, подписку от господдержки, да, хотя, честно говоря, это довольно сложное финансовое состояние для управляющей компании, да, когда, смотрите, она только на 50% финансируется своей выручкой, а 50% вынуждены компенсировать свои затраты привлеченкой. Когда я думал, что это за пример такой, ну это, наверное, начало заполнения парков, да, когда мы или не можем физически, или нам совесть не позволяет перекладывать на наших резидентов, которые заняли там 20% площади, все наши операционные затраты, да, и считаем, что мы их несем сами и где-то допривлекаемся. Вот, соответственно, мы привлекаем заемные средства. Так вот, если нам немножко начинает помогать государство, ну, например, вы здесь увидите и федеральный норматив, такой, как 831, там, 316 Минэк, соглашение о защите, поощрение капитальных положений, да, и другие программы, которые позволяют, как мы сегодня уже коллеги сказали, компенсировать в том числе проценты по кредиту, да, так вы видите, конечно, здесь, извините, эту татарскую тоже нормативку, да, я буду комментировать, потому что я думаю, что эти цифры минусы хуже, да. Ну, вот, например, налоговые льготы у управляющих компаний, есть у нас там в Татарстане такая нормативка, да, то есть субъект МСП, являющийся управляющей компанией или резидентом, может получить по региональным и местным налоговым сборам льготы, да. Вот, соответственно, вот эти льготы и эти субсидии, компенсации процентной ставки, плюс еще, я думаю, во многих регионах есть программа компенсации части затраты электроэнергии, конечно, повезло не всем, мы делаем небольшой срез, да, но вот, по крайней мере, компенсации части тарифа до уровня, если ничего не путаю, или СН-2, или СН-1, да, от низкой стороны, да, вот она, например, есть. И обратите внимание, можно вывести этими, цифры, конечно, здесь достаточно условные, но порядок цифры, я думаю, что примерно вот такой, вывести отсутствие необходимости использования привычек, то есть можно закрыть, как бы, да, то есть субсидиями, гранты, налоговыми льготами, собственными средствами. Правда, сразу большая головка, если компания живет на такой бизнес-модели долго, то это довольно опасно, да, то есть если ты не можешь существовать без привлеченки, и без, ну, как бы, это достаточно рисково, поэтому из этой стадии надо выскочить как можно быстрее, всем этого желаем. Так, переходим к инвестиционной стадии, здесь управляющая компания, да, здесь я хотел показать только одно, что если, например, управляешь к инвестиционной стадии, а это частая ситуация, берет кредитный займ на капексы, на, допустим, оборудование, ну, допустим, коллективного пользования, да, на сети коммуникаций, хотя это сложный бизнес-модель, на здание, для предоставления пользования, да, и соотношение собственных средств длится к заемам на 70, то, вот, скажем, субсидиционных затрат, здесь я уже написал, что эта ситуация применима к технопаркам электроники, например, есть такая шикарная программа, которую, я думаю, не многие, но уже попробовали, 1659, те самые, скажем так, авансовые платежи на капексы, да, технопарк электроники, она позволяет существенно снизить, ну, с 70 до 20 процентов долю, скажем так, привлеченных средств заменить ее средствами госбюджета, потому что это условно-безвратная цифра. У резидентов что происходит, да? У резидентов, ну, вот, например, мы берем такую ситуацию, тот же самый технопарк электроники, первый публик без господдержки, второй без господдержки, но когда не создавался центр коллективного пользования оборудованием, на всех случаях поясню, то есть, если управляшка решила проинвестировать в создание центра коллективного пользования оборудования, да, и потом предоставляет это оборудование резидентам на арендные модели или там за часы использования, то есть, какой-то общий ресурс, да, резидент может прийти, что-то подделать, да, помоделировать там по электронике или какой-то там СНГ-монтаж, монтаж распечатать там плату какую-нибудь себе, да, или какую-нибудь хитрую лабораторию, оборудование, которое сама себе не купит, она не отобьется, она не сможет загрузить. Соответственно, третий бубрик – это когда с центром коллективного моря резидент очень серьезно позволяет сэкономить свои затраты. В Татарстане есть еще, не только в Татарстане, по всей Федерации есть программы субсидирования затратно-оборудования, может быть, там небольшие цифры, это так называемые региональные программы поддержки промышленности в рамках федерального постановления 194. И вот эта программа 1659 позволяет управляшке не только строить здание, но и снащать его оборудование коллективным пользованием. Поэтому резидент, если он активно уговорил управляющую компанию по заявкам купить и запустить эксплуатацию оборудования коллективным пользованием, то для резидента это очень интересно. Это вот первый, как бы, ну, показать вот такой вот срез, да, о том, что субсидии градо-налоговый год позволяют серьезно экономить и на привлеченке. Так, теперь про совмещение вверх поддержки. Здесь, если, может быть, первая была какая-то теоретическая, то здесь на реальных примерах, к счастью, находятся подопытные ролики, да, в хорошем смысле слова, которые на себе проверили совмещательность вверх поддержки. Я буду вам комментировать, которые мы проверили уже, да, о том, что они совмещаются, какие, как бы, сейчас, в пилотной стадии мы пытаемся, да. Взяли технопарк электроники, в котором, наверное, выявили, у которого аудитория в курсе. Есть проектировщики, разработчики, производители электронных компонентов, радиоэлектронной аппаратуры и так далее, промышленники, да. Есть разработчики программно-аппаратных комплексов, ИПО, я уже тебе аббревиатуру, да, расшифрую. Потом и несколько видов мер поддержки электроники, сейчас довольно серьезной поддержкой государственной группы. Ну и вот это технопарк. Ну, нужно ответить. Я не знаю, кто первый придумал этот термин. Первый раз я его услышал, по-моему, от Борисовича в Ассоциации Индустриальных Парков. Я думаю, господи, так вот, ложки-то нашлись, да, но садык-то остался, да. Ну что же садык-то нашли схема отрасли? Неприлично. Естественно, все эти схемы законные, но часто возникает другой вопрос. А это всем можно или вам только нотарам, да. Вот этот вопрос чаще звучит, да. Ну, мы не какие-то особые, мы все тоже работаем в рамках федерального законодательства и регионального тоже. Законно. И самое главное, вот, долгая грантельность, скажем так, этого процесса, чтобы без последствий за весь цикл обслуживания этой программы поддержки было получено получить бумагу о том, что мы, честно, так понимаем, и все у нас как бы законно, да. Соответственно, вот, еще раз, про совмещение этого всего, татарской матрешки. Ну, вот есть такой пример в Татарстане, да, соответственно, возникал он не сразу, не вдруг, то есть это был многостатийный процесс, но по факту получилось так, что технопарк существует, скажу, в периметре, не скажу, что в структуре, но в периметре индустриального парка. Вот, соответственно, что мы проверили между собой, да. Мы проверили о том, что работают земельные преференции, получение, допустим, там земли без торгов, для управляшки и для, ну, резидентов потом арендуют, соответственно, профильные помещения, работают налоговые льготы управляющих компаний в рамках регионального законодательства, работают одновременно налоговые льготы резидентов, являющиеся субъектами промышленности, и одновременно там кто-то субъектами МСП, и еще резиденты на территории опережающего развития, да, то есть, по крайней мере, вот этот периметр, абсолютно рабочая схема, проверена, стоит печать дружек между собой, да, и, слава богу, все отчитывается, да, то есть, соответствующие аккредитации и так далее, и так далее. Соответственно, что мы сейчас пытаемся еще подружить, да, очень интересно, на самом деле, степень совмещабельности грантов и субсидий на НИОКРы для производственных компаний, да, потому что, вы знаете, те же самые гранты и субсидии, у них есть свои нюансы налогового обложения, да, опять же, понять, как субсидии на НИОКР дружат с налоговыми льготами, да, да еще и с инфраструктурной нервной поддержкой, вот сейчас вот эту вот такую модель мы тестируем, да, так, что-то получается, а потом, соответственно, почему мы проводим, например, такие, в хорошем смысле, эксперименты, потому что видим, что на уровне нормативки, на самом деле, ограничений, как бы вроде, нет, и, в принципе, можно пробовать, а дальше, ну, простой советский метод, проб и ошибок, что называется, да, то, что рискован для клиентов, естественно, не проба. Вот, собственно говоря, бегло очень, что хотел прокомментировать, то есть, такие вещи есть, их можно прописковать. Большое спасибо за внимание, удачных вам экспериментов. Да, спасибо большое за внимание. Видите, у вас, скажем так, провожаемые команды студентами, да, ваше выступление. На самом деле, очень интересный кейс. Я считаю, с точки зрения, в то время, когда мы испытываем дефицитный энергию шоу денег, хотя бы те меры поддержки, которые есть сегодня, федеральные и региональные, надо уметь совмещать. Я думаю, что посыл именно такой, и надо, действительно, не полениться попробовать, пусть даже методом проб и ошибок. Ну, как правило, у нас просто не любят эти игры с государством. Вы понимаете, что это тоже чревато. Но, если кто-то уже пытал есть опыт, я думаю, что по проторённой дорожке многие бы уже и пошли. Вот, поэтому совмещение мер – это тоже немаловажная тема. Спасибо, Сергей, что подсветили. Действительно, очень важно. И я хотела бы продолжить тему финансирования.